Очень низко, ребята, нет, выше, еще, еще выше. Ручками нельзя трогать. Коля, так же, как Олег. Надо, тебе было в Чернигов приехать. Да, я смотрю, ты туда все идут, но выпивали. Котники, бедненькие. Пошли. А кому памятник? Ярослава Мудра. Не знаю, что сидеть, я даже не знаю, что его все проще поставить. Может, проезжал, посидел на этом месте, знаешь. Может, там он так постоял даже. Может, даже полежал. Да увидел и решил, что надо это. Нет, взяла телефон, денег нету. Ярослава Мудрый детям делал. А, почему Ярослава Мудрым проживает? Нет, почему его, что он хорошего делал для Запорожья? Ну, для Запорожья он ничего не делал, потому что, когда он жил в Запорожье, не было. И у нас вообще и Украины не было, потому что есть кору. Он жил в десятом веке. Ну, я так подозреваю, что где-то в этом районе он, наверное, проходил, посидел. Начинается опять. Ну, там, наверное, где-то посидел и посидел. Ну, логикой, почему он памятник поставил? Нет, он, короче, я знаю, у него была волшебная тарелка, он увидел твои слова и посидел, услышал. Он увидел будущее через сколько там, сто лет, услышал твои слова, посидел сразу и поставил памятник. Посмотрел же, в будущем ему памятник поставят. Посмотрел, что в будущем памятник поставят, но будут бараны баранами все, никто ничего не знает. Что случилось, когда? Ну, в школе я знала, но это же было 10 лет назад. Да, давно уже, сто лет назад. Сто лет прошло, ну просто сохранилось хорошо. Вот так в школе, да, хоть солнце спряталось, а то мне так оно слепит. Бригада! Мы не добываем перспективы, а выплавляем будущее. Вот, слушаем. Не видим, конечно. Вариуполь! Действительно так! Вариуполь! Попущите, сейчас было больше добрыщей Дахра Морозе! Передайте привет! Друзья, супер праздник! Супер праздник! Единственное, что мы, наверное, сегодня будем делать целый вечер и предлагаем это сделать сейчас. Давайте сейчас те, кто вот сейчас заполняет фан-зону, мы уже видели, какие вы активные, когда вы пели черву на руту. А давайте еще раз обратимся к трибунам. По-моему, они немножечко там замолчали. Эй, вам слышно? Вау! Вот, но все равно, берите привет, ребят. Очень скоро мы это сделаем вместе. Пошла, наверное, череда поздравлений. Это праздник. Отмечает очень важный профессиональный праздник. День Металурга и Горняка. Сегодня горно-ветлорожеский комплекс, это становой хребет гражданской горнии. Это лично, нет? Нет. В Даре Металурга выполняется бюджет на всех уровней. Развиваются города. Подтержаются другие отрасли технологии. Строится инфраструктура в том числе социальная. Школы, детские садики, больницы. Глокомнижний комплекс, это стабильно. Что надо, Саш, это правда. Ребят, очень важный момент. Чипсы, похлопа, медовы. Пока мы собираем ваши заявки, мы хотели бы обратить ваше внимание на экраны еще раз. Но сказать пару очень важных слов. Да что, комедиклама? Там же появятся люди, которые, в отличие от артистов, которые будут здесь, семенять один друг друга на этой сцене, не очень часто выходят на публику. Но они в течение этого года и последних лет сделали такой вклад в развитие Металургии, что удостоились самой высокой награды компании Металурга. Давайте поприветствуем настоящих тружеников золотые звезды Метинвеста. Золотая звезда Метинвеста – высшая награда компании. В 2018 году ее удостоены. За предложенные решения по повторному использованию вкладышей с бобитовой заливкой с сохранением срока ходимости «Кобицкий Эдуард» – ЦКОК. Мы обновляемся и ускоряемся. За лидерство в восстановлении и ремонте коксовой батареи «Косинюк Андрей» – ДКХЗ. Мы начинаем масштабную реконструкцию. За эффективное руководство, при котором было произведено 500 тысяч тонн годной продукции, отсутствие несоответствий и брака – «Ковтунов Игорь» – «Запорожсталь». Для нас невозможного нет. За достижение рекордной в Украине стойкости футеровки на конвертере номер один и снижение уровня брака «Мастыкаш» – Владимир. «Азовсталь». Мы точно знаем. Самое интересное впереди. За предложение по снижению простоев оборудования, улучшению организации рабочих мест, улучшению взаимодействия служб карьера «Куницкий Дмитрий» – СевГОК. Мы делаем карьеру в карьере. За разработку комплекса мероприятий для снижения расхода металло-шехты, ферросплавов, теплопотер чугуна во время его транспортировки «Козловцев Сергей» – ММКИ. Все только начинается. За личное участие в достижении рекордной по Украине стойкости футеровки конвертера и за снижение затрат на ее обслуживание «Заровнятный Алексей» – «Запорож огнеупор». У нас второй столу. Так же идем. За перевыполнение плановых показателей более 100% и лидерство в инновациях «Кусар Андрей» – «Запорож кокс». Наш секрет – это брюшный коллектив. За установление двух трудовых рекордов на участке обрутки литейного цеха «Деденко Александр» – «ЗЛМЗ». Для нас это дело, все живы. Они сейчас стоят на сцене. Искупайте их в овации. Это «Золотые звезды Метинвеста». Давай мы приглашаем на сцену Генерального директора группы «Метинвест» «Юрия Александровича Роженкова». А тут взлетят, думают, что это реальный проект. А это запись. Ну, может, прямой эфир. Прямой эфир. Добрый вечер, друзья. Мы чего-то снимали. С кого-то надо. Добрый вечер. Вот за эти слова тебя развернули. Родится вручать «Золотые звезды» лучшим сотрудникам нашей компании. Ну, мне интересно. Тем, на кого мы хотим ориентироваться, кем мы гордимся. Она родилась в этом славном городе пять лет назад. С тех пор много у нас уже изменилось. И сегодня впервые в награждении «Золотыми звездами» Метинвеста участвуют наши зарубежные предприятия. И поэтому перед вручением я хотел бы попросить руководителей наших украинских предприятий Быстро говори. Спасибо за поддержку всей Метинвеста. Читаю. Немножко. Я хотел бы сказать, что Моня Горбинкесу из Фонтан УК является частью Метинвеста. Благодаря поддержке всей команды Метинвест британские металлурги полномерно наращивают объемы производства. Это комментирует с Камеди Клаб, что ли? Я же говорю, что с крымсками такой голос у него юморный, когда он говорит, хочется уже ржать. Ему нельзя этим быть субежными. У меня волосы ржащие. Потому что ждешь какого-то прикола. Успех в Спортал ЮКИ и большая заслуга металлургов Азовстали, который креативный американец. сегодня УССЕ обеспечивает стабильные поставки американского угля украинским коксохимикам. Ну, голос комика, конечно, это да. металлургическим комбинатам Метинвеста. Мне слово «кокс» — это, конечно, группа Метинвеста в Европе сляпы для производства готовой металлопродукции. Какой это «кокс»? ЮНИТЕД КОЛЛ КАМПАНИЯ МИНЕРС Передаю вам самые теплые поздравления от шахтеров ЮНИТЕД КОЛЛ КАМПАНИЯ Майсинсерые wish of stability and prosperity to all of you. Искренне желаю нашим предприятиям стабильности и процветания. Счастья и здоровья каждому металлургу, каждому из вас. Спасибо! А вот кто из хотим украинцев тримать, генеральный директор Эван Кайлича Таран Григорьевич Шевченко! Да, это что, совпадение? Добрый вечер, город Металлургов! Друзья, мы все вместе с вами делаем общее дело. Мы гордимся своей профессией. Сегодня компания, а завтра и всю металлургию. Спасибо им за их труд, за их идеи, за их инновации и за то, что на наших глазах строится металлургия будущего. А главное, они являются примером. Примером для всех сотрудников, которые тоже в свое время могут доложиться до этой памятной награды. Друзья, каждый из вас, все те, кто работают на предприятиях, могут стоять здесь и получать золотую звезду Митинвеста. Аплодисменты всем награжденным! Это аплодисменты тем, кто ее уже получил! Вот такой пляж. Ну, тут, наверное, предкандидал на положено. Да, много. Куда-то посидеть, да. Вот, выбирай лавочку. Дальше, мужик. Кафе такое прикольное, веселый родин. Пошли. Короче, не, я по песку не пойду. А куда? Там, короче, кафе сделано в виде корабля. Ну, мы не будем заходить, просто покажу. Угу. Это пирс. Прикольно. Плохо, правда, видно. Если брать не пирс, с правой стороны его. Там крыша, моя крыша, там шашлык.